Слотокинг, ты по-любому у выигрышей. Их задавит, ну, я почему спрашиваю, конечно же, не из сочувствия к этим женам, к мужьям, а только чтобы понять, знаете, насколько это может российское общество изнутри лихорадить. Ну, на мой взгляд, там ни одного шанса нет, просто ни единого. Оно не увеличится, не масштабируется в размерах в связи с какой-то даже новой мобилизацией, потому что там нет политического ядра, там некому это организовать. Действительно, с одной стороны, они остаются как бы своими, они же не выступают против войны, они не выступают за отставку Путина, там еще что-нибудь, прекращение СВО, нет. Они выступают только за ротацию, вы нам и обещали, верните мужей. А я уверен, что с ними со всеми уже работают оперативники ФСБ, в регионах приходят, разговаривают, пока применяют к ним мягкие методы воздействия, я думаю так. Потому что отдают себе отчет, что они, даже если выступают публично с этими требованиями, ну каких-то пикетах, еще чем-то, они не подрывают цели и задач, которые государство ставит перед обществом по части этой так называемой специальной военной операции. И это важно для них. То есть, кого-то, может даже кого-то и вернут специально там. Ты не баламуть, мы твоего вернем. Вот он заканчивает срок и так далее. А государство такие возмущения, такие протесты контролирует от и до. Там нет такого, что есть какой-то люфт, что они самостоятельно что-то могут сделать. Если они зайдут за плашки, то, конечно же, к ним применят настоящие жесткие методы. Применяют к пацифистам и всяким противникам путинского режима. Пан Эмарку, давно же оборотов это все набирает. То есть, какие-то одиночные заявления, видосики, пикеты. А теперь вот разрешили. Почему им разрешили собраться в Новосибирске, в Доме культуры? Ну то есть, все-таки масштаб увеличивается. Да, запретили в Москве, но разрешили в Новосибирске. А почему вы говорите, что это не может масштабироваться? Нет, потому что, еще раз повторяю, это все управляемо. Это же не оппоненты власти. Это ее критики, которые сами как бы являются частью системы отношений. В том смысле, что мужей-то забрали. Понимаете? Мужья-то служат, и они зависимы. А твой, если будешь орать, не вернется вообще. Мы его там оставим, бросим сейчас на Авдеевку. И модель цикла жизни такой модели, это там пара минут, и все. Штурмовики пойдут. На костылях пойдут. Может быть, это им даже позволяет пар выпустить, так сказать, чтобы вот это не... И это тоже, и это тоже. А почему нет? Ну пусть выступят, пусть скажут. А мы что-нибудь вернем кого-нибудь и скажут. Ну вот же, вот же, услышали вас. Услышали, вот вы вот что-то обратились, услышали. Причем начиналось-то это, может быть, вполне себе и самостоятельно, как источник. Там же долго обсуждалась тема, что, типа, почему ротацию не проводят люди, которые с сентября прошлого года мобилизованы, их не отправляют обратно домой. И это стало вот формой какого-то недовольства, которое выразилось публично. И власть вполне может отдавать себе отчет, что проще ей как-то пойти где-то даже навстречу, изобразить заботу. И поэтому так сильно это не глушится. Ну, я повторяю, это такое, понимаете, ни одно общественное движение в России не добивалось никакого успеха, потому что оно не ставило политических целей. Там у нас с мусорными ямами боролись, с какими-то там кладбищами, черт знает чем. Хоть раз, вот хоть раз, такое возмущение, протесты, экологические, любые другие, социальные, по пенсиям. Хоть раз они довели к чему-нибудь, они эти требования реализовали, которые они адресовали власть, ни разу. Почему? Потому что нет политического ядра. Все выступления подобного рода должны исходить из политического предпосылки, что власть плохая, ее надо менять, их надо всех самих на фронт отправлять без оружия. Понимаете? Прямо бросать их на Авдееву, пусть они подыхают. А раса, да. Вы упоминали о том, что даже не будет вот этого масштаба большего в случае массовой мобилизации. Если можно, я об этом хотел бы вас пораспочитать. Почему? Вот военные эксперты утверждают, в том числе Россия, пророссийских даже сейчас военных экспертов, они утверждают, что, мол, российской армии еще на вчера нужна была массовая мобилизация, но по тем или иным причинам, значит, ее нет. Одни говорят, мол, государственная система не справится сейчас с эту массовую мобилизацию, некому учить, нечем вооружать. Другие говорят, что Путину, мол, до апреля точно не стоит эту мобилизацию начинать, пусть выборы пройдут, и, мол, тогда после выборов эта мобилизация будет. По вашему мнению, как в России могут разворачиваться события с этой массовой мобилизацией? Действительно ли она будет только после выборов? И действительно ли Путину важно, я не знаю, что не тревожить, не баламутить россиян этой мобилизацией до выборов? Он же все равно нарисует эти цифры. Не баламутить важно. Причем это не только в связи с выборами имеет значение. Они, безусловно, осторожно работают со общественным мнением, потому что нельзя его в градус доводить до более высокой точки. Потому что придется применять силу. Они этого иногда пытаются избежать. Потому что, ну вот говорят тезис о том, что Путин боится, что за него меньше проголосуют, если он проведет мобилизацию, но это смешно, потому что никто не голосует. У них все сейчас через дистанционное голосование, которое может до 50-30% формировать избиратель, но его нет никакого. Там просто выдают цифру и все. Проголосовать 90% за Путина. Я думаю, что он просто не хочет, чтобы, и даже откладывает какие-то вот такие тяжелые решения с мобилизацией и и тому подобное, чтобы просто не давать повода, значит, для возмущения всякого, любого. Понимаете? Ну, мобилизация – острый вопрос. Просто человек уезжает в Украину и возвращается в мешках. Поэтому, конечно, здесь гораздо выше цена. Но говорить о том, что они боятся протестов. Ну, а как они боятся? Где они боятся? Эти протесты ни к чему не ведут. Ни разу. Вот в прошлом году, когда объявили мобилизацию 21 сентября, там, помните, в Дагестане выходили митинги, а там горячая публика и так далее. Сейчас они, правда, против евреев, но неважно, куда их заведет кривая, они туда и выходят. Но самое главное, что и там власть не нервничала. Она дала выпустить пары на паре митингов, на паре каких-то протестных акций, а потом всех упаковала и посадила, понимаете, организаторов. Так что, с этой точки зрения, боязни у власти нет. Есть некий разумный и рациональный подход, что давайте сейчас не будем все оплавливать, дадим возможность. Может, пусть они где-то родственники с пикетами поставят, пусть это еще какие-нибудь там недовольные. А потом мы с ними проработаем, и они скажут, что все хорошо, нам сделали замечательно все. Падемарку, поскольку вы уже вспомнили дагестанцев, которые против евреев, вот эта вот мерациональная рознь и вражда, насколько она, в принципе, характерна для России? Помогите понять, насколько можно ожидать, что там могут вспыхнуть волнения, как в середине самой России, так и, я не знаю, вот на линии фронта, между подразделениями, которые по этническому, по региональному признаку сформированы. Сколько это может быть, что они повернут оружие друг против друга? Ну, во-первых, периодически, спорадически на фронте такие вещи происходят. Мы о них слышим. То бурят из чеченцев, ничего не боялись и так далее. Это не приводит к какому-то массовому столкновению и так далее, потому что, ну, Кремль за этим следит. Военная разведка, контрразведка, точнее, следить за этим и так далее. Межэтнические противоречия в России, но, смотрите, они никогда никуда не уходили. Как и везде, просто нас интересует не бытовой уровень, а именно политический уровень. Понимаете? Прежде всего, ну, там, сейчас это вот публично выявилось ненависть к евреям, а до этого, в общем, кто скажет, что на Северном Кавказе очень сильно любят русских? С чего бы? В Чечне в какой-нибудь. Что, сильно любят славян? Нет, они их не любят. Они перебили приличное количество людей в Чечне в период Первый и Второй Чеченских войн. С чего бы им любить? Поэтому говорить о неких противоречиях, которые придавлены плитой репрессии и принуждения, следует, потому что это есть. Это есть. Другое дело, что в тоталитарной, а по сути она уже сложилась, в тоталитарной системе, для выхлопа этого пара, для его выхода, ну, нет возможности. Вот даже евреями они заняты. Они евреев не любят. Дагестанцы и другие не любят евреев, потому что, ну, они иноверцы, они, так сказать, пришли евреи, они всё по денежкам, они побогаче, может, где-то там, ну, вот, связи имеют. А в принципе, так сказать, люди настолько социально озлоблены на свою жизнь, да, что им только дай повод, чем повозмущаться и так далее. Ненависть к народцам и к евреям, в частности, она велика, она никуда никогда не уходила, в Дагестане или в Чечне, в других местах. Там эти вещи, безусловно, существуют. Но власть их провоцирует. Вот важно понять. Власть даёт этому. Ведь до этого же не было такого, чтобы в турбовинтах искали бы евреев, спрятавшихся в самолёте. В Махачкалу! Какой еврей поедет в Махачкалу? Да давайте сразу в Тегеран их пошлём. Чего, спрятаться от войны? А куда ещё-то надо? Только в Махачкалу. Ну, вот вы говорите, что власть контролирует, да, эти протесты. А может ли в какой-то опять же момент, эта ситуация, она вспыхнет, перерастёт в что-то более масштабное? Ну, а такое происходит время от времени. Конечно. Другое дело, что у власти есть рычаги, как вернуть контроль. Понимаете? В чём выражается управление этой ситуацией, управление кризисами? Они сами провоцируют. Но если ты, Путин, заявляешь, что у меня сжимаются, горят кулаки, когда я вижу, что происходит в секторе газа. Ну, а какой реакции ты хочешь? Он хочет потешить мусульман. Хочет дать им, значит, понять, я с вами, я же Путин. А чё это он не рассказывает про Сирию, где они травили детишечек маленьких в раке и в других местах химическим оружием? А бомбами разбомбовали? Это причём не какая-то абстрактная разговор. А кувалдами разбивали голову суннитам? Нет, не видели? Там прям подвешивали за руки ночевые кашники. Чё он об этом не говорит? Равно как и не озабочен Путин в Синьцзянь-Уйгурском районе, в Уйгурестане, судьбой уйгуров, 15 миллионов, которые живут как в конституционном лагере. Их лишает Корана, заставляет цитатники МАУ изучать и так далее. А чё о них не заботится Путин? Безусловно, это манипулятивный механизм. Безусловно, когда делаются заявления, мы тут поддерживаем палестинское движение за независимость, ещё что-то. Безусловно, это провоцирует эти настроения. Так они лежали где-то глубоко и не трогали их. А тут вдруг все ощутились антисемитами. Понимаете? Израиль убивает. Ну как же можно? А вот то, что украинцев убивает вас под боком в разы, во многие разы больше не волнует вас, и вы не уходите с пикетами, да? Ну так и цена, грош вам копейка, вот и всё. Панамарко, хотел бы вас порасспрашивать, может быть, у вас есть информация, может быть, вы поделитесь о том, как функционируют вот эти российские заградотряды, как они оформлены, какие поставлены им задачи, да? Ну, многие рассказывают о том, что, мол, я вынужден идти в атаку, потому что у меня за спиной заградотряд, который гонит меня там вперёд. Ну, я, да, я помню, как это было там, условно говоря, во время Второй мировой войны, да, из фильмов опять же. Вот, когда там двое красноармейцев с одной трёхлинейкой на двоих, а сзади сидит, значит, с пулемётом Максим в этой самой, в полушубке, смершевит чекист. Вот так я это помню из фильмов. А вот сейчас в российской армии есть у вас информация, как это всё юридически оформлено? Смотрите, там ведь в чём была особенность именно Красной армии, потом он сдал Советской армии в период Второй мировой войны, в период, так называемой, Великой Отечественной войны. Это были отряды, созданные в КВД. Это не сами из числа частей Красной армии создавались эти отряды. Нет, это были специальные люди, которые не могли отказаться от выполнения этого приказа. Они на это были заточены, они расстреливали людей. Миллионы людей в репрессиях погибли. Их кто убивал? Вот эти самые заградотрядцы убивали. Тогда они были сотрудниками НКВД, там, тюрем системы НКВД и так далее. А тут они были посланы не на фронт, не на передовую, а именно в заградок. Это известный указ, значит, Сталина, ни шагу назад он известен, да, по которому, значит, давались эти полномочия, что расстрел за попытку сдачи в плен или бегство с поля боя и так далее. Там и на родственников занялось, там и родственников брали, значит, ну, не расстреливали, а как бы они вот в отношении таких лиц, так сказать, вводились ограничения различные и так далее. Чем отличаются нынешние ситуации? Сейчас нет института, которому поручают расстреливать. То есть это ФСБ не возьмется за такое, да? Там еще кто-то, кому может там создать специальное ведомство, но как бы это опасная штука. Ты вот сейчас расстреливаешь, да? А солдатики-то сейчас не с трехлинеечками, мусины, а у них, знаешь, не похуже вооружение. А что это, давайте мы этих перебьем, перережем, и пойдем так по домам. Или что-нибудь в этом роде. Поэтому опасение того, что это, в принципе, может и ударить обратно, это есть. В основном, как я это понимаю, в основном все полагается на вот эту пресловутую дедовщину, когда офицеры поставлены, им ставится задача, чтобы твои с позиции не уходили. Делай, что хочешь. То есть власти сверху мы тебе даем столько, что хочешь, расстреливай, хочешь, вешай. Нам наплевать. Но позицию держи. Я думаю, что значительная часть этих именно подразделений, занятых остановкой бегства, они, наверное, все-таки являются личным составом Министерства обороны, вот тех людей, которые сами из числа мобилизованных, например, или там профессиональных военных, определены на эту работу. Второе, это известно, что кадыровые части, соответствующие батальоны, занимаются этой практикой. Они формально в Росгвардии принадлежат, но, тем не менее, это больше дело самостоятельное. Это КС Золотов не санкционирует, кто выше является здесь главным лицом. Вот они этим занимаются, значит, кадыровцы. И это вызывает тоже огромные конфликты. Потому что, ну как, вот ты с кем сбери, а тут вот побежал, а по ним ударили. Мы даже видеозаписи такие видели, где это происходит. Сняты из дронов и так далее. То есть это точно есть. Насколько это массово, всё-таки судить невозможно. Мы не понимаем этого до конца. Возможно, на самых горячих участках такое и происходит. Но повсеместно ли это делается, я не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!